Это фотография 2004 года. На ней я, Средянка. Тогда на Сахарова еще были горки, и площадь была местом притяжения всех горожан. Я предлагаю вам вспомнить то время и прогуляться сегодня. На Сахарова праздник пришел только в 80-е. До этого елку ставили на площади Свободы или даже на нулевом километре. Было и такое. Но здесь елка выросла значительно. Например, к 99-му году это уже 22 метра, а сегодня все 30. Сибирь должна быть вся в горках зимой. Это же ведь прелесть какая. Бабушки то катаются. Сегодня здесь стоят машинки, а вот в году 7-8 здесь была горка. Высокая, с выражами. Горка-спираль. На ней катались преимущественно ребята лет 14-16. Меня тогда, восьмилетнюю девочку, конечно же, не пустили. Было опасно. Они сами как-то, знаете, регулировали этот момент, и травм таковых не было. А вот в центре стояла самая большая горка. По воспоминаниям тет, дядь, мамы, пап. Высотой метров 7-8. Зачем вы продаете ледянки? Нет же горок. А внизу на сконах катаются. А это безопаснее считается? Ну, не знаю, но вообще люди как бы немножко возмущены. Снегурочка и Дед Мороз. Почему они бледные-то? Неужели краски не хватило разукрасить их? Вообще в 2000 году снежные фигуры делали вот так. Их, кстати, было намного больше. А вот ледяные скульптуры вообще делали иначе. Раньше привозили маленькие куски льда, склеивали между собой и выстраивали фигуру. Сегодня же привозят большие плиты льда. Сиди, я! Вообще сегодня во главе иллюминация, но ждать, пока все загорится вокруг, мы не будем. Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать все успеть. Также и себе пожелать, потому что уже пора шинковать селедку под шубой. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова